В качестве тренировки я прошу вас решить такое упражнение. Доказать, что существует бесконечно много простых чисел, которые дают остаток 5 при делении на 6. Такой же способ. Да, способ строуфлот же, только все-таки я хотел бы, чтобы кто-то из вас произнес. Доказать, что существует бесконечно много простых чисел, которые дают при делении на 6 в остатке 5. Давай, предположим, что их конечное число. Ну, то есть тоже метод противного. Да, тогда мы их все перемножаем. Дальше 23, 29, 41, ну и так далее, и так далее. Вплоть до какого-то там, да. И что дальше? Дальше берем все, это умножаем на 6. Разумно. Почитаем 1. Тоже разумно. Получаем, что число, это группы, которое сравнимо с 5, а вот это будет 6. Все понимают? В это разность числа, делящегося на 6, и 1. Значит, действительно, остаток 5 при делении на 6, да? Все простые числа, кроме конечного числа, дают либо остаток 1 при делении на 6, либо остаток 5 при делении на 6. И случаями являются только 2, 3, и все. Да, и все. Ну, так вот. Понятно, что B не может делиться ни на 2, ни на 3. Потому что иначе было бы либо 3, либо 2, либо 3, либо 4, либо 0 при делении на 6. Но также B не может быть произведением только чисел, дающих остаток 1 при делении на 6. Потому что тогда B будет тоже давать остаток 1 при делении на 6. Значит, B делится на какое-то число, простое, которое дает 5 при делении на 6, и которое не входит в этот список. Противоречит. разложил число B на простые в новом делении. И дальше говорит, господа, обратите, пожалуйста, внимание, чем мы пользовались на самом деле в процессе этой штуки. что числа 4 и 6 – это очень особые числа. А именно, вот когда берешь остатки от деления на 6, какие-то числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, да? То 0, ну не может такое число дать 0, да? 1 – возможно. 2 – дает единственное простое число 2. Остаток 3 – дает единственное простое число 3. 1 – дает единственное, а не 10 шестерка. 10 шестерка, да, 1 – дает единственное 6. Вот. Остаток 4. Ну, вообще таких не бывает. Чтобы число было вида 6n плюс 4, простое, не бывает. Потому что четное число, единственное четное число – это двойка. 4 вообще не бывает, да? Иной не бывает. Вот. Ну и 5. Ребята, то есть на самом деле у нас варианты по большому счету только единица и пятерка. Согласны? Точно так же, когда смотришь остатки от деления на 4 – это числа 0, 1, 2, 3. То вот здесь вот есть простое число 2 и никаких других нет. 0, конечно, не бывает. То опять тоже два варианта. А давайте посмотрим какое-нибудь другое, скажем. Попытаемся доказать, что существует бесконечно много простых чисел, дающих остаток 7 в делении на буфе. Ну, замечательно. Выписываем остатки от деления на буфе. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, хорошо. Двойка бывает в единственном случае, это мы уже знаем. Четверки вообще не бывает. Шестерки не бывает. Дуля не бывает. А вот здесь получили подлесающую штуку. Четыре варианта. Поэтому вот этот наш наивный способ принципиально не работает для 8. На самом деле, по большому счету, он работает действительно только для 4 и 6. Потому что как только число становится, хоть сколько небольшое, уже возникают варианты и ничего не получается. Значит, если вы на самом деле хотите доказывать, что простых чисел той или иной формы бесконечно много, то вот эта евклидовская идея, к сожалению, работает только для 4 и 6. Жалко. Жалко на самом деле. Хотя наука умеет доказывать, что простых чисел, дающих остаток 3 при делении на 8, бесконечно много, и простых чисел, дающих остаток 1, и простых чисел, дающих остаток 5, простых чисел, дающих остаток 7, любого из этих четырех типов, бесконечно много простых чисел. Кстати, для любителей элементарной математики, я могу сказать, это сделал тот самый Дерихлей. И этот его вклад в математику, безусловно, действительно очень важен. Но он вообще еще много чего-то такого сделал. Абсолютно великий математик. Но важно понимать, что Дерихлей вам известен по принципу, что нельзя n плюс 1 предмет разложить в n коробок, чтобы в каждой коробке было не больше, чем по 1 предметам. Так вот, даже это у него тоже не зря, потому что при догадательстве одной из своих тарелок он совершенно замечательным образом использовал. Но вообще у него много действительно интересных математических задач.